В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования и Кубок России по ушу. Состязания, которые проходили с 19 по 24 сентября, семер воспитанников Люберецкого клуба единоборств «Кобра» вернулись чемпионами. Как спортсмены готовятся к новым победам, расскажет Богдан Колесников. Перед началом тренировки – суставная разминка, растяжка, упражнения на координацию движений. Чтобы добиться хороших результатов, считает мастер спорта России по ушу саньда и кикбоксингу Вадим Макшанов, нужно тренироваться каждый день. В Кубке России и всероссийских соревнованиях по ушу за призовые места поборолись более 600 спортсменов из 40 регионов. Команда Московской области завоевала 27 призовых мест. Семь золотых медалей в копилку сборной принесли воспитанники Люберецкого клуба единоборств «Кобра». На счету Полины Потаниной почти два десятка победных поединков. В весовой категории до 56 килограммов в дисциплине «Юнчунь Цуань» спортсменка стала победителем. На самом деле было довольно трудно. Первый раунд я проиграла, второй выиграла и третий просто победила на характере, так скажем. В детстве увидела, как ребята тренируются, меня это очень заинтересовало. Я тоже решила попробовать. И на данный момент я уже тренируюсь 8 лет. Очень нравится просто заниматься единоборствами. Вот планирую дальше достигать большего. У Матвея Обыденова за плечами больше ста боев. Победа в любых соревнованиях, считает спортсмен, это прежде всего победа над собой. А еще важно слушать и слышать наставника. Всегда было желание уметь себя защищать. Хотелось заниматься таким активным видом спорта. Ну и в общем мне больше всего приглянулось боевые виды искусства. А дальше уже получилось так, что я перешел в уши. Для того, чтобы выиграть, естественно, нужно слушать наставки тренера. Со стороны, думаю, тренеру виднее. Ушу. У нас достаточно жесткий вид спорта. Закаляет дух, стойкость, силу воли закаляет. Он разносторонний в нем есть. Как и борьба, так и ударная техника. И этим он привлекает. Главный момент – надо слушать своего тренера и выполнять. Не поддаваться на эмоции, только холодный расчет и соблюдать план действий. Этим видом китайских боевых искусств в клубе «Кобра» занимаются более 40 человек. Расслабляться ушистым некогда. В предстоящие выходные спортсмены примут участие в очередных всероссийских соревнованиях. Люберцы представят 15 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День рождения.